60 лет назад мировая пресса писала, что эта смертная казнь измазала кровью целую страну. 19 июня 1953-го в США были казнены супруги Розенберг. Их признали виновными в шпионской деятельности в пользу СССР. Скорый суд, быстрая казнь и все якобы за атомный шпионаж. Хотя есть и другие версии. На фоне откровенных неудач, давления со всего мира, штаты хотели показать, кто в доме хозяин. Репортаж Валентина Богданова. Место казни Син-Синг. Тюрьма с максимально строгим режимом. 60 лет назад здесь многолюдно. Розенбергам до последнего предлагают купить жизнь в обмен на предательство. Рядом с электрическим стулом прямой телефон в Минюст. У агентов ФБР в руках список вопросов. Розенберге не проронят ни слова. Юлиус погибнет почти сразу. Чтобы убить мать двоих детей Этель, понадобится дополнительный разряд. 50-й в США разгар маккартизма. Эксцентричный сенатор повсюду ищет коммунистов. В Англии арестовывают Клауса Фукса. Немецкий физик-теоретик сознается в ядерном шпионаже в пользу СССР. Но избежит казни. Через него выйдут на Розенбергов. Роберту Мейерполу, их младшему, тогда всего шесть. Мои родители были удобной целью для правительства. Но никто не ожидал от них такого сопротивления и решимости. Документальные свидетельства, что его отец, иммигрант, разочаровавшийся в американской мечте, помогал советской разведке, появятся лишь в конце 20-го века. Розенберг, считавший, что с союзниками надо быть более открытыми, напрямую к атомным секретам был непричастен. Но тогда США вязнут в Корее, Вашингтон в бешенстве от успеха советских ядерных испытаний. Реальный компромат в руках агентов ФБР. Они давно читают шифровки советской резидентуры в рамках секретного проекта Винона. Но в деле ссылок не появится. Через судью, который в курсе, блефуют с присяжными. Преступление века, кража секрета атомной бомбы. Из уст главы ФБР Гувера это звучит так убедительно. В качестве главного доказательства прокурор принесет в суд Нью-Йорка две половинки коробки из-под желе и вот эти каракули Дэвида Грингласа. Шурин Розенберга работал механиком в Лос-Аламосе, что-то подглядел, как смог нарисовал. Физики поднимут карикатуру на смех. Советский Союз сам стоял на пороге создания бомбы. Это был вопрос нескольких лет. А то, что выдается за величайший секрет, это всего лишь грубый чертеж одной из деталей. Но среди присяжных не доктора и кандидаты. Розенберге не признаются, коллеге не нравится, как ведет себя Этель. По закону жанра она должна валяться в ногах ради детей. Нагнетает судья. Зал впечатляет. Его речь о том, что преступление Розенбергов хуже убийства. Гринглас в итоге пойдет на сделку с правосудием. После вердикта на улицы выходят тысячи. Послы забрасывают госдеп депешами о неизбежном ударе, который ждет США после несправедливой казни. За Розенбергов заступается Шарль де Голь и Эйнштейн. Компания идет в Советском Союзе. Пикассо и Фернан Леже пишут портреты супругов. Но Изенхауэр непоколебим. Розенберге единственные гражданские, которых в годы охоты на ведьм, казнят за шпионаж. Спустя 17 лет Анджела Дэвис сама стала целью. Политические преследования никуда не делись. Пример этому Сноуден и Мэнинг. Они герои, которые рассказали нам правду и своим примером раскрыли репрессивную сущность современного государства. Мэнингу грозит пожизненно, и остальные в бегах. Охота не закончена. Просто у ведьм другие имена, а у сделавших выводы из истории Розенбергов, для них другие приговоры. Валентин Богданов, Виктор Казаков и Елена Анатольевна.